Всем привет, друзья! Ну что, хотите немного адреналина? Так, чтобы дыхание захватывало. По коже бежали мурашки и хотелось вздрогнуть, даже сидя в любимом кресле. Отлично, потому что специально для вас мы собрали самые крутые и даже немного безумные аттракционы со всего мира. Итак, готовы вцепиться во что-нибудь от страха? Тогда поехали! 500-футовый мост В Китае любят экстремальные мосты. Вы наверняка слышали про один из них, сделанный из стекла, который ежегодно пугает множество впечатлительных туристов. Но, кажется, нам удалось найти его конкуренты. Конечно, этот мост гораздо короче, чем его 300-метровый прозрачный брат, но ощущения от него, похоже, ничуть не менее захватывающие. Каждого смельчака, решившего пройтись по этому мосту, защищает страховка, и это совсем не лишняя мера. Дело в том, что идти вам придется на высоте 200 метров, а иногда даже прыгать. Балки, из которых состоит мост, расположены на разном расстоянии – от 50 до 120 сантиметров. Сможете прыгнуть на метр с лишним, когда прямо под вами пропасть, иногда даже затянутая туманом? Поверьте, это кажется легким только на видео, ведь даже у самых устойчивых к высоте туристов здесь иногда сдают нервы. Одно неверное движение – и ты уже летишь вниз. Недолго летишь, конечно, спасибо страховочному тросу. Некоторые, кстати, настолько боятся пересекать мост, что ходят парами, ну или стоят парами. А еще здесь есть реальный риск потерять обувь. На ней ведь нет страховки. Икскрим. Приехав в Лас-Вегас, можно пощекотать себе нервы, не только сделав несколько ставок в казино или решив повторить сюжет мальчишника. Если все это развлечение не для вас и хочется чего-нибудь по-настоящему страшного, то добро пожаловать на Икскрим – один из самых экстремальных аттракционов в мире. На крыше отеля Стратосфера расположилось устройство, напоминающее нечто среднее между детскими качелями и горкой. Внизу – 264 метра абсолютной пустоты и шикарный вид на Лас-Вегас. Но вам, скорее всего, будет не до красоты и селфи на его фоне. Забудьте про лайки в Инстаграме. Открытая вагонетка на 8 мест, закрепленная на краю крыши, только кажется прочной. Но стоит любителям экстрима занять свои места, и она вдруг срывается с места, практически скатываясь за пределы рельс. Не переживайте, аттракцион остановится вовремя, но только для того, чтобы поднять вагончик, а потом снова практически сбросить его в бездну. И так несколько раз. Попробуйте не закричать. Вулкана Бординг Про обычный серпинг все знают, а как насчет вулканического? Сразу ответим на очевидный вопрос. Нет, любители этого вида спорта не покоряют волны лавы на досках повышенной прочности. Они спускаются по действующему вулкану. Такой спуск возможен лишь в нескольких уголках мира. Одно из них находится в Никарагуа, департаменте Леон, где любители вулканического серфинга съезжают по склону вулкана Сера Негра, высота которого достигает 728 метров. Этот 150-летний действующий вулкан извергался около 23 раз, и с момента последнего извержения прошло меньше 20 лет. Под слоем холодного черного шлака можно даже почувствовать тепло огненной горы. Но некогда трогать камушки. Экстремалы садятся на доски, обычно из металла или дерева, крепко хватаются за веревку и... Скорость спуска по склону, угол наклона которого практически 45 градусов, достигает 86 километров в час. К слову, организаторы такого развлечения утверждают, что самая частая травма во время вулканического серфинга — это легкая сыпь, практически аллергия на вулкан. Дело в том, что человек, спускаясь по склону на большой скорости, поднимает кучу мелкой пыли и камней, которые могут раздражать кожу. Так что рот лучше держать закрытым. Но говорят, что впечатления такого серфинга просто потрясающие. Хотели бы прокатиться? Фьюриус Бейка Фьюриус Бейка Фью, американские горки! Что вообще удивительного может быть в американских горках? Но не спешите с выводами. Испанский аттракцион Фьюриус Бейка по-своему уникален. Он был самым быстрым в Европе до августа 2009 года. И хотя сегодня уже лишился своего титула, аттракциону все равно есть чем удивить любителей экстрима. Как насчет возможности разгоняться от 0 до 135 километров в час всего за 3 секунды? Это ускорение превышает даже ускорение свободного падения. На протяжении 850 метров экстремалы несутся то ныряя в туннели, то опасно наклоняясь, то практически погружаясь в воду озера. Берегите ноги! Кстати, вместо привычных вагончиков создатели сконструировали немного другую подвижную часть. И люди буквально летят по воздуху. Как думаете, сколько обуви туристы потеряли на Фьюриус Бейка за 12 лет его существования? Zip World Velocity Лететь над бездной — само по себе занятие довольно страшноватое. А как насчет полета вперед головой, когда руки плотно прижаты к телу? Между прочим, именно такое развлечение можно попробовать в Уэльсе, Великобритании. Заботливые инструкторы обвяжут вас кучей страховочных ремней, покажут, за что держаться, и вот вы уже не человек. Вы уже ракета! Сверхзвуковая боеголовка, если хотите. К счастью, шлем тоже входит в специальный костюм для полетов. И хотя на пути у вас точно не встретится ни одной стены, кто знает. Еще каждому желающему полетать над горами Уэльса выдают специальные очки. И отказываться от них — очень плохая идея. Дело в том, что на этом аттракционе вы вполне можете разогнаться до 161 км в час. И вашим глазам это, скорее всего, не очень понравится. Зато какие шикарные там виды! Правда, времени, чтобы насладиться ими, будет немного. Весь полет длится меньше минуты, хотя расстояние превышает полтора километра. Я выбей! Я! Вот что значит скорость! Терродактин Вы, наверное, знаете, что любители острых ощущений не останавливаются ни перед чем и путешествуют по всему миру в поисках адреналина. Если среди вас есть такие, мы готовы показать одно местечко, от которого точно волосы встанут дымом. Аттракцион Терродактиль гарантирует вам, что вы останетесь довольны сполна. Экстремальное место находится в пещере Уинс Маутин Парк в Мониту Спрингс, Колорадо, где вы сможете насладиться эпичным 200-футовым свободным падением в каньон Уильямс. Итак, готовы? Для начала вы будете подняты на огромную высоту на край скалы, а затем пуститесь в полет на скорости около 100 миль в час. Уи! И не позволяйте названию отпугнуть вас. Несмотря на то, что оно похоже на известный вид динозавров, аттракцион абсолютно безопасен, так как надежные крепления не дадут вам выскользнуть в момент эмоционального напряжения. Кстати, во время экстремального катания вы сможете насладиться видами каньона и оценить их красоту. Ну, если будете в сознании, конечно. Роллеркостер зиплайн Что будет, если смешать троллей и американские горки, потом поместить результат где-нибудь в лесу и показать его туристам? Похоже, что-то вроде роллеркостер зиплайн. Правда, мертвую петлю на этом необычном аттракционе, конечно, сделать не получится, но вам и без нее достанется масса адреналина. Во-первых, скорость движения не маленькая, а во-вторых, кругом деревья. И можно сколько угодно убеждать себя, что трасса наверняка просчитана так, чтобы никто ни во что не врезался, да и на голове у вас прочный шлем. Но обмануть мозг гораздо сложнее. А, и не забывайте про внезапные подъемы, во время которых вас будет подбрасывать вверх и вниз на большой скорости. Упасть не очень страшно, высота не очень большая, но зато какой эффект! Говорят, что не разжать руки очень сложно. И хотя в этом случае вас поддержит страховка, но только представьте себе это секундное сознание. Отличный аттракцион! Royal Rush Sky Coaster Royal Rush Sky Coaster расположен в штате Колорадо над Королевским ущельем, по дну которого протекает река Арканзас. Высота аттракциона над землей — 30 метров, над ущельем — более 350 метров. Казалось бы, к чему все эти страшные цифры? Дело в том, что желающих получить свою порцию адреналина прочно закрепляют многочисленными страховками, затем поднимают с помощью специального механизма и… отпускают. В самый неожиданный момент вы оказываетесь в состоянии свободного падения прямо над ущельем. Но, к счастью, прочный трос удерживает любителей экстрима от печальных последствий, и они остаются качаться над пропастью, при этом развивая скорость до 80 км в час. Говорят, что менее страшный вариант — классического банджи-джампинга. Погодите, менее страшный? Серьезно? Полет в невесомости Каждый из нас хотя бы раз летал во сне и просыпался с ощущением, как было бы здорово испытать нечто подобное в реальности. Увы, неспособности Супермена, ни даже волшебной пыльцы феи Тинкербелл ни у кого нет. Но откроем вам тайну. На самом деле можно устроить себе такой полет и без фантастических штуковин. Есть реальный шанс парить в воздухе в состоянии самой настоящей космической невесомости, смоделированной на борту самолета-лаборатории. Никакой магии. Самая обыкновенная физика. Чтобы поймать состояние невесомости, самолет как бы делает горку в воздухе, и внутри салона на короткий промежуток времени все предметы теряет свой вес. Незабываемое ощущение. Кстати, таким же образом снимали клип Оки Гоу на песню Upside Down and Inside Out. Если не видели, посмотрите обязательно. Оно того стоит. Если вы жить не можете без острых ощущений и просто мечтаете о новой порции адреналина, то экстремальный аттракцион на китайской горе Хуашань — развлечение как раз для вас. Сюда со всего мира приезжают смельчаки, желающие доказать себе собственное бесстрашие, а также люди, которые мечтают избавиться от страха высоты. Поверьте, если вы сможете пройти по этой горной тропе, то навсегда забудете о подобной фобии. Дорогу, проложенную вдоль отвесных вертикальных скал, оселить непросто. Здесь вам не предоставят никаких перил и ограждений. Только скала, дощечки, металлические штыри, цепи и крутые каменные ступени. Кстати, если вы задумались о безопасности аттракциона, беспокоиться не стоит. На каждого туриста надевают страховку. Да и поток посетителей опасной горной дороги с каждым годом все увеличивается. А это значит, что здесь с безопасностью все хорошо. Кстати, те самые цепи, которые можно увидеть на всех фото и видео, прикрутили к горе совсем недавно. Раньше на Хуашань поднимались просто по дощечкам. И вот тогда это было действительно опасно. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова